Здравствуйте, это Парадокс с Игорем Виттелем, это, соответственно, Игорь Виттель 6510996, код города 495, или пишите на странице нашей программы на сайте finam.fm. Страница нашей программы называется Парадокс. Обсуждаем мы сегодня трагическую историю, случившуюся 13 июля, когда КАМАЗ, сгруженный щебнем, врезался в автобус недалеко от города Подольска. Обсуждаем мы не только это, обсуждаем мы вообще, как изменить ситуацию на наших дорогах. В студии у меня Людмила Емельяненко, член Совета Гильдии Логистических Операторов Московской Торгово-Промышленной Палаты, Андрей Скирда, член экспертной группы Российской Федерации по транспорту, директор управления перспективного развития Московского областного транспортного союза. Возможно, еще гости появятся у нас по ходу передачи. Андрей, простите, вопрос к вам сразу возникает такой. Первое, что предложили законодатели, это гастарбайтерам, напомню, за рулем был гражданин Армении, пересдавать на российские права. Но, насколько я понимаю, эта мера не решает всей полноты проблемы. Насколько я понимаю, ситуация гораздо глубже и тяжелее. В этом замешанные сами компании, которые заставляют своих работников работать и во внеурочное время достаточно тяжело, нарушая трудовое законодательство. И недостаточная квалификация водителей, и полное пренебрежение правилами на дорогах вообще. Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию, не только эту, я сейчас говорю не только о транспортных компаниях, не только о КАМАЗах, а и маршрутки, и нелегальные такси, и легальные зачастую такси, просто водители на наших дорогах создают смертельную угрозу и себе, и всем нам. Как эту ситуацию исправить? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, коллеги. К сожалению, в настоящее время у нас сложилось и существует несколько странная система взаимоотношения между государством и грузоперевозчиками, которые занимаются различными видами бизнес-деятельности. Грузоперевозчики вы имеете в виду компаниями, которые переводят грузы, или это компании, которые занимаются любой транспортной? Да, это, которые перевозят грузы, я сейчас, в частности, касаясь этого случая, хотел бы подчеркнуть, что, к нашему большому сожалению, государство как-то самоустранилось от проблемы контроля за эксплуатацией и организацией бизнеса в этом направлении. Что имеется в виду? В первую очередь транспорт у нас по нашему законодательству относится к или к системам, или к объектам повышенной опасности. Это у нас утверждено законодательно. Но контроля со стороны государства за правильной организацией эксплуатации... А какой должен быть контроль? Вы уж просите, я вас перебью. Я вас спрашиваю, по пунктам, что должно государство сделать? Я сейчас расскажу, что имеется в виду. То есть в нашем понятии, или в моем понятии, должна быть четко построена система взаимоотношений между государством и теми бизнес-структурами, которые занимаются бизнесом в этой сфере. Что имеется в виду? Что все-таки государство должно нарисовать или обрисовать, или создать такую систему положений, нормативных документов, которые бы позволяли бизнесу четко организовывать свой бизнес-процесс в этой сфере. В каком плане? То есть должна быть регистрация автомобиля, должна быть выдача лицензии, осуществление деятельности определенным видом трассы, должен быть налажен жесткий контроль за соблюдением этих требований со стороны государства. Вот только я уже немножко... Вы простите, Андрей, я вас перебью, но, наверное, даже вопрос склюнили. У нас сейчас была история с... Вот на студии появился депутат Госдумы Михаил Старшинов, просто не забудьте наушники на рейды, потому что придется вам и микрофоном воспользоваться, а не только послушать. Была история с фурами, да, которым запретили въезд в Москву. Мы прекрасно видим, как у нас посреди белого дня по Москве разъезжают фуры. Почему? 300 рублей штраф. Остальное время они просто блокируют подъезды к Москве. Как бы... Тут же есть два момента, да? Заставить лицензировать, заставить соблюдать, контролировать, кто будет. Контролировать, кто будет. У нас по дороге, мы сами ездим, да, вы видите, ездят то, что, извините, в народе называется джихад-такси, которые несут смертельную опасность. И кто-то убирает с дороги? Где милиционеры? Где наши полицейские доблестные? Где ГАИ ГИБДД? Ну, это вопрос с Людмилей был. Добрый день. Я бы хотела сказать, Игорь, по поводу и грузоперевозчиков, и такси, и пассажирских перевозчиков. Сегодня существует лицензирование на пассажирском автомобильном транспорте. Никто его не отменял. На такси у нас долгое время не было государственного регулирования, не было никакого допуска. Появился 69-й федеральный закон, который определил требования к такси. Как такси, так и, значит, к самим автомобилям, так и непосредственно к перевозчикам, которые осуществляют этот вид деятельности. Сегодня у нас вакуум на рынке грузоперевозок. То есть никакого закона нет. А маршрутки, автобусы? Слово маршрутки, автобусы, вот это, ну, неправильная трактовка, наверное, журналистов и так далее. То есть это автобусы малой вместимости. Хорошо, называйте это как угодно, мы понимаем вместе, о чем мы говорим. Проблема же, то, что за рулем этих маршруток сидят люди, не умеющие водить машину, зачастую находящиеся в состоянии наркотического опьянения, видел своими глазами неоднократно. Нарушающие правила перевозок, потому что они работают действительно и компанией, и сами они заинтересованы в танк, чтобы сделать больше ходок. Вы когда-нибудь видели, как водят водители маршрутки? Давно маршрутки ездили? Игорь, я практически очень часто езжу на маршрутках, и я вам хочу сказать, что требования сегодня к водителям, в том числе и на маршрутных автобусах, достаточно жесткие требования. Почему? Потому что все эти автобусы практически осуществляют регулярные пассажирские перевозки. Для того, чтобы выйти на этот рынок, значит, есть и законодательно закреплены эти требования, их проверяют сегодня и муниципалитеты, потому что у них есть муниципальный контроль. А что написано в требованиях? Чтобы они были гражданами Российской Федерации? Не обязательно. Не обязательно граждане Российской Федерации могут работать иммигранты, если у них есть российские права. Конечно. Российские права, к сожалению, сегодня такого требования нет. Нету такого требования. Михаил, Госдума предложила права. Во-первых, ваш опыт на дорогах. Действительно ли я рассказываю правду или я преувеличиваю картину, сгущаю краски, как нас защищают? Я сейчас тут Людмила журналистов обвиняла, что мы ничего не понимаем. А я прослушал просто, как вы их сгущали. Хорошо. Свой опыт о дорогах. Вам кажется, что маршрутки несут опасность? Здесь даже говорить, наверное, про это бессмысленно. То есть депутаты и журналисты сгущают краски? Честно говоря, иногда у меня возникает даже вопрос, как вообще эту машину можно купить или продать? На них смотришь, когда дорогу покажешь. Джихад такси тоже. Шахид такси еще есть варианты на эту тему. Ну, кошмарно, конечно, все это выглядит. Понятно, что, наверное, существенную роль в этом деле составляющая коррупционная. Но вот Людмила говорит, существуют требования. Пока существует коррупция, эти требования можно не выполнять. У нас классик давно сказал, что строгость законов... Суровость законов компенсируется не обязательно, если ее исполнить. Совершенно верно. Поэтому здесь, что про это говорить, толочь воду в ступе. Наверное, надо искать какие-то другие пути. Наверное, они должны лежать в том числе в плоскости какого-то экономического регулирования, вводить ответственность владельцев этого всего хозяйства, либо... Какую? Сколько должна быть ответственность, чтобы они не перестали рисковать? Ну, какие-то серьезные штрафы. Я сейчас не готов вот так на вскидку что-то... Людмила знает. Выдать вам эту цифру. Вы говорите, что существует прописано, что должно быть выполнено то-то, то-то и то-то. А наказание за нарушение этих правил каково? Какие штрафы? Если мы берем регулярные автобусные перевозки, вот вы говорите маршрутное такси, это автобус, я считаю, малой вместимости, который работает в регулярном сообщении. Там требования достаточно жесткие, вплоть до того, что могут с этого маршрута этого перевозчика убрать. И поставить другого. Были такие случаи? Да, конечно. В Москве сейчас наводится порядок, и в Московской области. Это связано именно с тем, что нарушают водители, либо это был просто обычный рейдерский захват? Нет, конечно. Это по причине того, что нарушают и водители. Водитель это представитель транспортной компании, работник транспортной компании. То есть к транспортной компании могут приниматься определенные меры. Но у нас сегодня наряду с регулярными перевозками осуществляются нерегулярные перевозки. То, что вы говорите, да, это очень большой рынок сегодня занимают нелегальные вообще перевозчики, которые, ну, как бы, ездят по рейдер... Это такси или это тоже автобусы? Это под видом такси работают автобусы малой вместимости. Они снимают два, например, сидения, переходят в другую категорию такси, становятся на регулярный маршрут, подъезжают к остановке, садят пассажиров и везут по регулярному маршруту этих пассажиров. Это вот такие, называются, ну, нелегальные перевозчики. Как вы их называете, маршрутные такси. Мы их называем джихад-такси. После выпуска новостей мы как раз обсудим, что делать с тем, чтобы они не появлялись на маршрутах. Ну что ж, возвращаемся в студию, где мы с депутатом Михаилом Старшиновым, Людмилой Емельяненко и Андреем Скирдовичем обсуждаем беспредел на дорогах. Кстати, те, кто желают присоединиться к нашей беседе, напоминаю, 651099 и 6, код города 495, или на странице нашей программы на сайте финам.фм, пишите нам, звоните и рассказывайте свои рецепты борьбы с беспределом. Людмила, простите, я вас переживал. Итак, существуют проблемы, да, значит, существуют люди, которые нелегально выходят на эти маршруты. Они являются источником повышенной опасности, да. Расскажите, почему государство их не может убрать? Почему сами компании, легальные компании не могут объединиться, обратиться к знакомым бандитам на худой конец? Ну а к кому? Если государство не работает, приходится обращаться? Как бы тут один знакомый бандит сказал, это не наши методы. Я очень смеялся. Игорь Викторович, ну мы все-таки живем в государстве, в правовом поле, да, должны работать? Если государство, это вы, чего вы на Михаила смотрите? Депутаты Госдумы, может, и живут в своем собственном правовом поле. У них вообще там, по-моему, собственное энергетическое поле уже образовалось. То есть вы предлагаете сегодня перейти нам жить в бандитское, создавать бандитское государство, привлекать бандитов? Нет, я не предлагаю, но если государство не работает впрямую, давайте объединяться в гильдии, вы же объединены в гильдии. Идите в суд, снимайте их с маршрута, обращайтесь, лоббируйте через... Ну не работает, если это. Почему эти люди должны убивать нас? Значит, вот я и представляю еще и союз перевозчиков Московской области. На самом деле, если работают нелегальные перевозчики, вот на примере Московской области, хочу сказать, что у нас есть такая информация, эту мы информацию, как союз, передаем в Ространснадзор обязательно, да, и информируем также Министерство транспорта Московской области. И сегодня такая работа в Московской области начала проводиться. Ну и расскажите мне, сколько было снято с маршрутов, сколько было запрещено. Мы что, боремся с единичными проявлениями или мы систему меняем? На самом деле, меняем систему. Тогда этого недостаточно. Этого недостаточно. Значит, эти люди будут оказываться за рулем не нелегальных, как вы выразились изящно, автобусов малой вместимости или такси, а пересядут в легальные, они от этого лучше водить не научатся. Значит, нелегальные перевозчики – это одна тема, а профессионализм водителей – это совершенно другая тема. Если мы говорим о профессиональном уровне водителей, то сегодня уровень водителей такси и уровень водителей грузовых автомобилей очень низок. Вот я вам пример приведу. Ежегодно у нас проводятся конкурсы профмастерства водителей. Ежегодно, везде, во всех субъектах. И вот на примере Московской области, значит, один из этапов конкурса – это знания правил дорожного движения. По результатам этих знаний мы определили, что из 20 вопросов, которые сегодня все водители, получая права, они, значит, сдают правила дорожного движения, 14 правильных ответов. Это вот ответы водителей грузовиков. А если мы берем ответы водителей, например, автобусов, у них из 20, 20 правильно. Почему? Потому что там есть система, есть контроль, есть предприятие. То есть не хватает системы и контроля. С нами на связи по телефону координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов. Петр, ваш рецепт борьбы с беспределом на дорогах. Мы обсуждаем аварию в Подольске. Слушайте, ну, на самом деле, к сожалению, это все вот такое, знаете, перемалывание воды в ступе, контроль, лицензии, там, ПДД. И в реальности вот эта вот трагедия, которая произошла в Подольске, ее причиной стал не водитель. Вот этот вот бедняга Рутинян, да, который оказался вдруг за рулем КАМАЗа, у которого отказали тормоза по причине того, что этот КАМАЗ был собран до него, заметьте, не им, а руководством его предприятия, перевозчика, из трех КАМАЗов, которые были убиты еще до этого. И у нас, знаете, у нас в стране есть такая очень большая системная проблема. Она называется поиск крайних и имитация деятельности. Так вот, сейчас нашли крайнего Рутиняна, а люди, которые посадили его за руль вот этого неисправного автомобиля, сейчас совершенно спокойно едят лучшую пищу в ресторанах Москвы, ездят, до сих пор ездят на дорогих автомобилях, и никто с ними ничего даже не собирается делать. Понятно. А вы не думаете, что это как бы комплексная проблема, что и те люди виноваты, которые собрали КАМАЗы с трех убитых, или заставили водителя перерабатывать так, чтобы он без сна молотил. Я не конкретно про этого сейчас водителя говорю, тут я не знаю, но тенденция на лицо. Но и то, что за рулем этих самосвалов оказываются люди, или за рулем такси, не умеющие водить, зачастую не знающие русского языка, зачастую не понимают. А знаете почему? Почему? Экономически выгодно. Знаете почему? Потому что вот эти люди, которые организуют вот эти перевозки, грузоперевозки, они не несут никакой ответственности. Отлично. Именно с этого мы и начали. Спасибо большое. Да, они... Да, спасибо. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов был с нами. Михаил и Андрей вы как-то кивали головой отрицательно. Вы не согласны, насколько я понимаю. Да вроде не кивал. Кивали, кивали. Вы пусть я со стороны не видите. Да, на самом деле, добавить здесь не к чему. Я вот считаю, что здесь как раз сказанное Шкуматовым, оно достаточно близко к истине. Конечно, необходимо, чтобы эту ответственность несли работодатели, несли материально-уголовную, в зависимости от тяжести содеянного. Сколько? Почему у нас нету примеров, когда посадили руководители транспортной компании, такси-компании? Или просто, вот объясните, едет это ржавое ведро с гайками. Мы с вами понимаем, что оно так же, как тут из трех КамАЗов собрано, а это просто уже разваливается на ходу. Я не знаю, кто эти машины продает и покупает, как вы говорите. Ну, мы сейчас будем про взятки, что ли, опять? А кто? Объясните, вы депутат Государственной Думы. Ну, не работает. Почему вы не хотите? Так сделайте, вы законодатель, сделайте так, чтобы работало. Несколько дней назад на Сахалине прямо сказал своим министрам, что, говорит, товарищи, 80% поручений не выполнено. Это вчера было, да? Поэтому, ну, это, к сожалению, общая тенденция, что вот такое отношение к выполнению своих прямых обязанностей у подавляющих большинства чиновников. И этот факт необходимо признать. Другое дело, чтобы выработать. Здесь я вот к этой фразе-то про необязательственное исполнение я возвращусь даже не только ради там какой-то там шутки, а она очень здорово отражает реалии и подсказывает направление, в котором надо двигаться. Ну, надо заставить работать. Вот мы же... А как? Вот видите, канадачили, вы не можете принять закон, который бы заставил работать. Ну, это, помните, как в этом у Салтыкова щедрена, как он это сам, о нестеснении городоначальника законами, да? Ну, то есть вы там примерно другое только хотите, чтобы мы издали. Но невозможно... Как вы заставите человека работать? Законы есть. Не всегда, на самом деле, законодательная база... Если бы за невыполнение человеком своей должности... Андрей знает, видимо. Мы сейчас говорим в целом о какой-то тенденции, куда надо двигаться. Или разбираем каждый конкретный случай по полочкам. Если мы говорим там исключительно об этом орудинянии, то это один вопрос. Если мы говорим о тенденции, то, на мой взгляд, необходимо, конечно, с экспертным сообществом, в первую очередь, выяснить, чего не хватает с точки зрения законодательного регулирования. Во вторую очередь, понять, почему те механизмы контроля, которые существуют сейчас, не работают. Отлично. Дальше будет понятно... Высказать... Вот, подвигаться, чтобы заставить. Пользуясь присутствием депутата Госдумы, выскажете, им чего не хватает в законодательной базе. Уважаемый Михаил... Я вижу, что много звуков, мы сейчас ответим, не вешайте трубки, да. Пожалуйста. Я хочу дополнить выступление Михаила. Я хочу сказать, что в настоящее время и Министерством Транспорта, и Государственной Думы, профильным комитетом по транспорту проводится, я бы сказал, максимальная в темпе работа по принятию и разработке, вернее, разработке и принятию нового законодательства по организации грузоперевозок в Российской Федерации. Такой проект законно отработал Виталий Борисович Ефимов. Он находится сейчас на рассмотрении некоторых профильных структурах, которые, так сказать, определяют политику транспорта в нашем государстве. Бывший, кстати говоря, министр транспорта. Да. Закон очень хороший. Он учитывает опыт мирового транспортного, так сказать, сообщества, европейского в том числе. И он именно способен коренным образом сломать существующую практику или ту систему, которую вот сейчас мы имеем. что этот новый закон уже не допустит появления на рынке вот таких случаев, которые вот мы имеем в субботу. Сейчас мы подробно разберем, что нового в этом законе. Послушаем радиослушатель. Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, сегодня утром в новостях передали, что в Италии начался судебный процесс над капитаном Косконкордии. Да, я как раз на днях интересовался его судьбой. Да, да, да. И прокурор просит многоуважаемый суд дать ему 2300 чем-то там сколько-то лет, то есть по 8 лет за каждого погибшего и еще что-то, что-то там в общем набегает. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, следующий капитан Косконкордии или Арицюнян или кто-то, если ему предложат даже 1 миллион долларов в день ездить на КамАЗе, согласится ли он сесть за руль этого КамАЗа? Не согласится никогда, если он будет знать, что ему грозит 2000 там или 1000 лет или я не знаю сколько там лет тюрьмы, пока не будет персональной ответственности каждого водителя, который садясь в свой КамАЗа скажет, ну и он нафиг, лучше я проверю тормозные колодки, чем мне сидеть 58 лет за двух, а у нас что? Вот вчера передавали. Ему грозит до 7 лет, из них реально ему дадут 5. Юрий, ну тут я с вами согласен, но еще и руководство компании должно нести точно такую же ответственность, если не большую. Ирина, слушаю вас. Добрый день, я хотела бы вопрос задать по поводу того, вот существующее трудовое право, какой-то регулирует механизм отслеживания, сколько люди прорабатывают в день, в месяц, в часов. Потому что на самом деле, вот взять даже мост ТрансАвто, это не частная компания, как бы, да, она полгоседарственная, а переработка людей ужасная, особенно Дмитровский район. То есть не факт, что люди, просто по причине того, что они уставшие, также перевозя людей, не только грузы, да, какие-то, могут создать аварийные ситуации. Согласен, этот вопрос я задавал, Людмила, ответите на этот вопрос? Да, сегодня существует приказ министра транспорта Российской Федерации, в соответствии с этим приказом определен фонд рабочего времени водителя, и если есть какая-то переработка водителя, да, то она должна наказываться со стороны Ространснадзора. Сегодня у нас контролирующий орган за исполнением транспортного законодательства, это Ространснадзор. Поэтому, если такая есть переработка, я думаю, сейчас чиновники из Ространснадзора слушают нашу передачу, и, наверное, приедут в Дмитровский район для того, чтобы проверить эту компанию. Но это, опять-таки, эта компания понятная, она есть, у нее адрес, и можно ее проверить. А еще у нас началась не компания, а компания по проверке безопасности на московских дорогах. Как будто раньше, до этого КАМАЗа на московских дорогах ничего не случалось. Михаил, а чего вы все время смеетесь? Почему так весело? Объясните. У нас трагические темы, вы все хихикаете. Я вспоминаю, во-первых, не хихикаю, а во-вторых, я вспоминаю всегда различные месячники, чистый автомобиль. Да, безопасность. Такое впечатление, что действительно, вот это приурочено должно быть именно к... Вот что, месяц они должны ездить чистыми. Конечно, у меня это тоже вызывает какое-то непонимание, почему это надо делать по итогам каких-то чрезвычайных происшествий или еще чего-то. Не знаю, что это там, компанейщина, там, рапортовать надо. Может, это какими-то внутренними документами регламентируется. Ну, это мы сейчас после выпуска новостей, буквально через минуту. Ну что ж, вернемся в студию. Напомню, беседуем мы тут о беспределии на дорогах с Михаилом Старшиновым, Людмилой Емельяненко и Андреем Скирдой. Михаил, простите, я вас прервал. Так вот, возникает вопрос. Пока был минутный перерыв на новости, в студии возникла оживленная дискуссия, чего не хватает законов или все-таки контроля за их исполнением. На мой взгляд, не хватает и того, и другого. И, конечно, я еще раз хочу сказать, что невозможно там подменить, как в свое время сказал Владимир Вольфович, депутат должен разбираться во всем от муравья до космоса. Конечно, невозможно подменить профессиональное сообщество. Конечно, надо с ним взаимодействовать, конечно, надо прислушиваться к мнению правоприменителей. Это вот в части в исполнении этих законодательных пробелов и работа на этом направлении ведется. Я все-таки считаю, что вот это как раз для меня совершенно понятно, как решить. Вот здесь у меня нету... Как? Ну, мы примем законы. Мы примем законы. Что в этих законах будет? Дело не в этом. Вот дело в том, что когда мы их примем, как их будут выполнять? И будут ли? Для начала, давайте, что будет в этих законах? Вот на ваш взгляд, что должно быть? Не с точки зрения профессионального сообщества, а вашего как обывателя, допустим. Вот вы человек, который обладает разумным мышлением трезвым. Вы ездите по дорогам, за рулем своей машины, и вам кажется, чего не хватает в законах. Но мы сейчас говорим же не о правилах движения, а о некоем регулировании... Регулировании, да. ...оказания транспортных услуг, скажем так. Допустим, вам бы хотелось, чтобы не было маршруток. Или за рулем сидели люди, имеющие больше опыт вождения машины. Ну, во-первых, конечно, нам нужно предъявлять какие-то дополнительные требования к профессиональному уровню этих людей, безусловно. Безусловно, необходимо учитывать, значит, тот... Значит, те аспекты, которые касаются состояния технического этих транспортных средств. Понимаете, вот здесь много у нас разговоров было там про техосмотр, еще про что-то. Но опять мы возвращаемся-то к чему? К тому, что руководитель каждой вот этой вот самой транспортной компании, так сказать, состоит в определенных отношениях с курирующими подразделениями. Будь то там транспортные инспекции, будь то ГАИ, будь то кто-то другой. Вот, я тут полностью слышал. Ну, так вот, отсюда это все идет, понимаете? Мы прекрасно понимаем, что вот где этот КАМАЗ был. Да, мы, конечно, разберемся. Я вот запрос вчера написал министру, генеральному прокурору. Мне самому даже интересно, вот как это произошло и что теперь будет с владельцами вот этого вот транспортного средства, которые где-то они там собрали в гараже. Но это частный случай. И вот только мы такой ценой не можем, не можем ее платить все время для того, чтобы приковать внимание к происходящему. Вопрос в системе, как это, как можно разрушить эту систему. Выстроить, выстроить и создать работать. Раньше, ну, мы, вы знаете, это как вот с миграцией. Вот говорят, а вот мы хотим, чтобы, вот как в Советском Союзе не было. Но в Советском Союзе была прописка, была статья за тунеядство, было распределение, была там пятая графа, в конце концов, была совершенно другая правовая основа для всей. То есть даже и с транспортом. Ну, были автопредприятия, была автоколонна, где их там продували, смотрели, следили, чинили. Простите, пожалуйста. Сейчас-то многого этого нет. Людмила, пожалуйста. В Советском Союзе у нас был один собственник. Вот я работаю на автомобильном транспорте более 30 лет. Да я понимаю, я же просто, просто чуть-чуть коснулся. И как чуть-чуть конец, но ответственность. Людмила, можно я вас, Михаил, на одну секундочку перебью? Ну, Людмилу выключим из разговора, хоть вы и 30 лет работаете. А гендерные признаки? А не гендерные признаки, просто мне неудобно. Принцип. Скажем так, что и вы, Михаил, и Андрей наверняка помним так же, как и я, советские таксопарки и автопредприятия. Помните? Ну, конечно. Знаете, сколько стоил там выход с похмелья на трассу? Ну, чтобы контролирую заплатить. Рубль. Вы знаете, я все-таки склоняюсь к тому, что вот в этом во всем есть какие-то разумные пределы. Конечно, было. Я же не говорю, что не было никаких недостатков. Но никогда это не переходило критическую массу. Не переходило, согласен. Но это не было системой. Это как, что вы думаете, что в советское время начальник АБХС не взял, не брал взятки? Брал. Но в других объемах. Но он все мог сделать. Он мог пойти у себя дачу изнутри, обить вагонкой. Понимаете? Он не мог пойти купить три Волги. И посмотрите, что делает сейчас. Но так же по многим направлениям, к сожалению, не только по этому. Согласен, Людмила, да, прошу прощения. Вы знаете, в советское время, если бы произошел такой случай, то на аварию бы выехал, вылетел министр транспорта. Я с вами согласен. Я согласен. Дальше директора предприятия этого бы привлекли к уголовной ответственности. Правильно. Понятие. И начальник автоколонны, и кто выпускал. Я абсолютно согласен. Конечно. Но сегодня на грузовом автомобильном транспорте отсутствует вообще какой-либо закон по допуску к транспортной деятельности. Вот так вот, его надо написать. То есть сегодня больше 60% грузовых автомобилей, обратите внимание на эту цифру, находятся в собственности, в личной собственности каждого жителя, любого. Я могу купить сегодня 15 автомобилей, зарегистрировать их на свою квартиру, да, и выехать на дорогу, и осуществлять вот там щебень, возить и так далее. Я представил вас за рулем КамАЗа, зрелище будет мощное. Андрей, вы... Да, я хотел дополнить Людмилу Николаевну о том, что по данным... Радиослушатели, вижу, что звонков много, мы их сейчас все примем, не вешайте трубку. По данным нашей налоговой инспекции, органов государственной инспекции безопасности дорожного движения, 99 тысяч грузовиков в Московской области находятся под юрисдикцией различных бизнес-структур. Там общество ограничено, отверстие индивидуальное предпринимательное закрытое, и порядка 183 тысяч грузовиков находится во владениях физических лиц. Это та масса грузовиков, которая не контролируется никем. Вот он утром встал, умылся, почистил зубы, сел в грузовик и поехал на ближайший базар работать. Похмелиться еще мог? Мог опохмелиться. Его не проверяет ни медицинский контроль, никакой механик не проверяет наличие поворотов, люфтов, рулей, тормозов и все прочее, и работают там габариты и осветительные лаборатуры. Никто, он находится вне правового поля государства, он не платит налоги, единственный налог за транспортное средство, он платит и все, больше ничего. Вот этот вот объем, и кстати этот КАМАЗ, он укладывается в эту же статистику, в эти 183 тысячи. Вот таких 183 тысячи грузовиков ездят по дорогам Московской области. Наша задача, в том числе и рабочей группы, которая состоит при Государственной Думе, разработать нормальный закон, который бы позволял навести порядок на наших дорогах. У меня сейчас был один вопрос, послушаем радиослушатели буквально минуту. Сергей, прошу вас. Алло, здравствуйте. Да, Сергей, прошу вас. Меня Сергей зовут. Слушайте, ну я не знаю, в общем-то есть закон, какие нужно придумывать. И в крайности в крайности у нас сейчас получается транзитные номера запретить. Давайте уж КАМАЗ тогда запретим, нас же в магазинах продавать. Такое впечатление, что законы пишутся вот прямо под депутат. Худюкова, грубо говоря, побили депутата. Сразу его, сразу нашли в другой области, как бы людей, которые это сделали. Все нашли, все распознали. На другой машине, с другими номерами. То есть как-то у меня складывается такое впечатление, что закон то, в общем-то, есть. Но они выполняются. Спасибо. В данном случае мы полчаса объясняем, что законов нету. Юрий. Юрий. Вы меня слушаете? Да. Вот вы там девушка, которая 30 лет в автомобильном транспорте работает. Я с 1969 года вот за рулем. У нас раньше были водительские удостоверения профессионала и любителя. Сейчас он любитель. Только получил права и уже работает на грузовой машине. Вы понимаете, к чему это ведется? Понимаю. Спасибо большое. Почему убрали эти вот водительские удостоверения профессионала и любителя? Спасибо большое, Юрий. Вопрос, наверное, не к нам. Кстати, Михаил, а вот действительно, почему Госдума на следующий закон поднимает, на следующий день поднимает вопрос о законе, о том, что не должны граждане с правами других государств находиться за рулем, под которые, кстати, не только гастарбайтеры попадают, да, попадают вполне себе законопослушные граждане стран, где с автомобильным движением все нормально. Но вопрос, который сейчас вот поднял Юрий, вопрос, который поднял Андрей, вопрос, который поднимает Людмила, почему-то Госдума на следующий день не принимает. А ведь на самом деле ситуация-то назрела давно. Но Госдума-то еще не приняла ничего. Закон только озвучен на самом деле. Концепция. Ну, непонятно, что это реакция на случившееся, вот на эту трагедию в Подольске. Совершенно очевидно, в чем тут причина. Ясно, что есть определенная процедура принятия закона, есть первое, второе, третье чтение, что если он будет внесен, ну, я, например, настаивать буду на том, чтобы, конечно, он, да это и настаивать не надо, так и будет, чтобы он был доработан с экспертным сообществом, там, во втором чтении какие-то поправки внесены, чтобы это касалось именно тех категорий граждан, не просто мигрантов. Но мы же не с этим боремся, мы боремся за порядок на дороге, вот именно этим законом принимая его, цвет мигрант, это совсем другая история. Вот, поэтому, конечно, необходимые поправки надо внести и так далее. Еще раз хочу сказать, вот здесь полностью могу согласиться с тем, что есть рабочая группа, есть, достаточно эффективно работает она при комитете по транспорту, вырабатываются там, что называется, матерые профессионалы, вырабатываются законы, те, которые отражают потребность сегодняшнего дня, и я уверен, что они будут приняты. Вот еще раз говорю, вот с точки зрения этого законодательного регулирования, конечно, я не могу похвастаться таким опытом работы в транспортной сфере, и безусловно, еще раз хочу сказать, нужно учитывать мнение профессионалов, вот чего нам не хватает. Ну, для этого, конечно, есть какие-то площадки для общения, в том числе и на радио, и в Государственной Думе. А у меня вопрос, кстати, вот к профессионалам транспортной отрасли. Скажите, пожалуйста, ситуация назрела давно, тему вы наверняка поднимали давно. Вот Юрий меня сейчас, честно говоря, звонивший шокировал тем, что у нас права профессионалов отсутствует, я как-то не обращал на это внимания. Огромное количество наболевших проблем, и возникают вообще разговоры о них только тогда, когда вот Михаил правильно выразился, компанечина начинается. А почему до сих пор какие-то законы наболевшие не приняты? Это невыгодно кому-то, то есть в Госдуме сидит, допустим, лобби, которое представляет интересы этих транспортных компаний, которым выгодно работать именно на такой экономической модели. Знаете, у меня всегда объяснение такое бывает, очень плохая дикотомия, либо вредители, либо идиоты. Почему? Если есть понятное для экспертного сообщества набор проблем, они приходят к этим законодателям, говорят, ребята, вот это может взорваться. Да? Давайте уже потом говорить об исполнении, хотя и тут с Михаилом полностью согласен. Но вот это может взорваться, если эти законы не поменять. Что первая такая авария? Нет, не первая. Может быть, с таким количеством жертв первая. До этого эти проблемы не болели. До этого мы не знали, что ржавые КАМАЗы разваливаются. Почему? Игорь, ну вот вы сказали там либо идиоты, либо непрофессионалы. Либо вредители. Либо вредители. Я бы так не сказала, конечно. Потому что на самом деле Министерство транспорта Российской Федерации сегодня активно работает над изменением законодательства, вносит поправки и так далее. Вы посмотрите за последние годы. Еще раз говорю, сегодня сколько лет эта ситуация существовала и существует до сих пор. А сегодня они работают. Сегодня действительно может быть работа. Может, они вчера начали работать. Тоже не буду спорить. Но ситуация не изменилась. И система не изменилась. Вы посмотрите. Например, возьмем опять-таки, вернемся к такси. Сколько времени у нас не было как бы вот закона, касающийся организации таксоматурных перевозок? А тут у меня есть ответ. Наконец-то приняли. Потому что мафия, которая связана с такси, наверняка имеет лобби в Госдуме. И представители этого бизнеса наверняка там... Вы знаете, дело в том, что надо учитывать в нашем разговоре то, что субъектами законодательной инициативы являются не только депутаты Государственной Думы, им является и правительство Российской Федерации. И, конечно... Где-то они имеют лобби. Конечно, наверное. Вот я думаю, что здесь мы обоснованно можем, конечно, желать от Министерства транспорта занятие более активной позицией в сфере обеспечения законодательного регулирования. Потому что, конечно, Министерство транспорта обладает несоизмеримо большим объемом информации, статистики, текущего... значит, информация о текущем положении дел, чем, ну, к примеру, депутаты Государственной Думы или члены Совета Федерации. Безусловно. Я тут просто должен добавить, наверное, менее при этом. Не только за рулем сидят непрофессионалы, а в чиновниках оказались непрофессионалы. В том числе в Министерстве транспорта, непонимающие в том, что такое танцы, после выпуска новостей. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Напомню, Михаил Старшинов, депутат Госдумы. У меня в студии Людмила Емельяненко, член Совета Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты. Андрей Скирдач, член экспертной группы Госдумы по транспорту. Беседуем мы о трагедии, которая случилась 13 июля под Подольском с автобусом. Так вот, Людмила, повторю то, что я сказал в начале, в конце, точнее, предыдущей части. К сожалению, в Министерстве транспорта у нас есть люди, которые к транспорту, знаете, как говорил в свое время Луначарский, люди, не имеющие отношения к искусству, не должны иметь к искусству никакого отношения. Люди, не профессионалы в транспорте, не должны находиться в Министерстве транспорта, и это относится ко всем министерствам. Но я повторю свой вопрос. Кому выгодно, чтобы эти законы не принимались? Либо это просто, извините за слово, раздолбайство обычно, российское. У нас государство перешло, как бы, строительство, рыночную такую экономию, уменьшую стали строить в течение... Рекордно коротких сроков. Да, короткие сроки. Вот мы берем, например, тоже Германию. У них закон о грузовом автомобильном транспорте был принят в 52-м году. И в этот закон поправок вносилось там один раз всего, за все время. У нас существовала система, да, и достаточно хорошая система, потом в один прекрасный момент была отменена эта система, то есть лицензирование, это был своего рода допуск к осуществлению транспортной деятельности. А вместо нее не построили новую? Ничего нового не построили. И сегодня вот вы говорите про Министерство транспорта, я хочу встать на его защиту, да, почему? Потому что могут люди не иметь профессионального транспортного образования, но люди, которые могут писать законы и опираться на опыт профессионалов. И сегодня есть координационный совет в Минтрансе Российской Федерации. А закона нету? Почему? Готовятся эти законы. Вот Андрей как раз и сказал о том, что законопроекты... Андрей, пока сейчас был перерыв на новости, сказал очень правильную вещь. По городу бегает огромное количество людей с заряженными автоматами. С этим можно сравнить ситуацию с транспортными перевозками. Как у Чехова было, если ружье висит в первом акте на стене, в третьем оно стреляет. Когда оно в третьем, извините, убивает 18 человек и несколько десятков раненых, ну, наверное, во-первых, кто-то за это должен понести ответственность. Во-вторых, этот закон уже наверняка, если он столько лет готов, но он тогда практически готов к первому чтению. Почему у нас абсолютно, вы уж простите за мое оценочное суждение, идиотская реформа РАН каким-то макаром оказывается подготовлена за два дня. А закон о транспорте почему-то нет. Тогда объясните мне, либо это невыгодно, либо это опять то слово, которое я сказал. Если невыгодно, то скажите кому. Сидит лобби в Министерстве транспорта, в Госдуме, еще где-то, и не дает принять те законы, которые позволят остановить беспределную дорогу. Кто эти люди, как сказал Михаил, люди имеют свои связи в вышестоящих инстанциях. До какой степени вышестоящих? Кто ответственный? Почему у нас президент, который, кстати, после его слова начинается работа, да? Правда, потом выясняется, что 80% не выполняется, но хотя бы какая-то работа начинается. 20% хотя бы выполняется. Не ударил кулаком по столу. А как ударил после Булгарии, мы тут выясняли, опять-таки продолжают на таких же аварийных судах перевозить пассажиров. И пассажиры, видите, самое страшное, что садятся и плывут. И точно так же садятся в эти маршрутки. Кто ответит? Людмила, Андрей. Ну, я, Михаил, конечно, учитываю вашу эмоциональность, ваше выступление. Я Игорь, если что. Игорь, извините, да. Михаил вот здесь. Я пока еще не депутат. Да, богатым будете. А я молчал. У нас, кроме Лысины, ничего общего нет. Работа ведется. Эта работа очень трудная. И все специалисты хотят сделать, поверьте мне на слово, как лучше этот закон. Вносится масса добавлений, масса изменений. Учитывается иностранный опыт. Сколько лет? Вот сколько лет? Это порядка. Вот начали. Я сейчас затрудняюсь ответить. Но полгода это точно. Ну, полгода. Да, полгода он вышел уже на рабочий режим. Я понимаю, что вам по ряду, видимо, профессиональных каких-то причин неудобно сказать то, что вы не можете сказать в этой студии. Я скажу за вас то же самое, что с такси. Игорь, извините, я вас перебью. Вот неоднократно Министерство транспорта Российской Федерации выходили с предложением о том, чтобы вернуть лицензирование. К сожалению, Минэкономразвитие ни один раз не поддержало эту инициативу. Потому что у нас либерализация перевоза грузовых. Потому что у нас рынок строит. У нас либерализация вообще. Да, в целом. Она, да. В комплекс. Ну, в принципе, государство должно создать правила, правила, ограничения какие-то. И чтобы бизнес знал, что вот в этих ограничениях надо работать. Зарабатывать деньги, делать хорошее, платить налоги, чтобы люди жили достойно и все прочее. Но вот таких сейчас комплексов мероприятий, он разрабатывается. Это довольно серьезный комплекс. Я могу вам перечислить в общих чертах, если мне так сказать разрешат. Конечно. Это в первую очередь лицензирование. Это в первую очередь вертикаль управления этим процессом. От государства до некоммерческих партнерств, которые региональных. Это торгово-промышленные палаты будут привлекаться региональные, которые будут нести ответственность за ходатайство перед государством о том, чтобы конкретный грузоперевозчик получил лицензию. Чтобы он был внесен в регламент, в реестр перевозчиков, чтобы на любом посту, на любой трассе сотрудники ГИБДД видели, что это легальный перевозчик. Он по базе посмотрел, да. Он зарегистрирован, он прошел все обучения, он получил все лицензии. Груз у него застрахован. У него нет перевеса. Он идет нормально по нашему законодательству. Вот. Вы знаете, вот я хочу на секунду вернуться от такси. Действительно закон был принят. Стало легче ситуация? Да, вызывая по телефону такси, если есть такси, с которым давно работаешь, наверное, стало проще. Появились автоматические службы вызова, приезжают нормальные машины, нормальные водители в большинстве случаев, да, если ты работаешь с нормальными какими-то контрагентами. Но при этом таксистская мафия у вокзалов, аэропортов куда делась? Никуда не делась. А при этом парковочная мафия куда делась? Никуда не делась. Нелегальные такси из города куда делись? Никуда не делись. А главное, что государственного такси, или как бы не государственного, а то, что вот как бы было сделано в свое время в Нью-Йорке. Было выпущено определенное количество разрешений, медальонов, так называемых. В бляхах, да, так называемых. Медальоны они называются, которые выросли в цене люди, которые покупали их когда-то, когда их выпустили. Их выпустили, я не помню, сейчас 25, по-моему, тысяч, и ни одного больше не выпускали. Вот эти люди имеют право работать, подбирать людей на улицах, работать от борта. Остальные такси только по телефонным звонкам. Только по телефонным звонкам. Так вот, с телефонными звонками у нас как-то справились, но в этой части не работает. Почему? Ответ простой. Потому что это мафия. И точно так же, как в грузочных, грузовых перевозках, видимо, существуют люди, которые заинтересованы в том, чтобы эти законы не прошли. Я буду продолжать настаивать на своем. Если вы не можете этого сказать, я это скажу. Потому что я не вижу ничем, с такси я знаю, как обстоит дело, кто, когда, кому и как. Поэтому я абсолютно уверен, что и в грузоперевозках, и в пассажирских перевозках, связанных с автобусами малой вместимости, как вы изящно выразите, происходит та же самая ситуация. Игорь, я хотела бы обратить внимание, пользуясь случаем, все-таки представители Государственной Думы, неоднократно выходили. Опять-таки и транспортное сообщество, и Министерство транспорта с предложением в Думу о том, чтобы ужесточить требования к нелегальному извозу. Вы можете обратить внимание на любую страну. Может ли сегодня заниматься транспортной деятельностью кто-то нелегально. Я имею грузовик, я не имею права выехать, потому что я должна зарегистрироваться, как положено. Если я выйду, что сделают? Отнимут у меня этот грузовик. То есть средства зарабатывания денег я просто потеряю. Что грузовик, что легковой, такси и так далее. Сегодня, к сожалению, это пробел законодательства. Михаил. Так исправим. Исправим. Мы по взаимодействию внесем его на рассмотрение Государственной Думы в осеннюю сессию. В осеннюю сессию будем вводить закон на нелегальности. Мы будем следить за этим внимательно. Еще, пока у нас остается буквально несколько минут. Кстати, напомню, радиослушателям 65, 10, 99, 6. То есть, Людмила, что необходимо сделать срочно? Вот просто по пунктам. Андрей перечислил теперь вашу очередь. Я думаю, что Министерство транспорта Российской Федерации вместе с правительством Российской Федерации необходимо сейчас выйти с предложением и разработать программу грузового автомобильного транспорта. И не только грузового, пассажирского все-таки. Пассажирского транспорта. У нас есть лицензирование. У нас все-таки там более-менее, я вам хочу сказать, уже наведен порядок. А вот по грузовому транспорту у нас сегодня большой пробел. Это принятие закона необходимо в осеннюю сессию. Необходимо также принять и программу, которая бы предусматривала обновление грузового транспорта. Я вам хочу сказать, что сегодня более 60% грузового парка имеют срок эксплуатации свыше 10 лет. А с пассажирским? С пассажирским у нас идет обновление парка. У нас есть конкурсная процедура допуска на рынок регулярных пассажирских автобусных перевозок. Поэтому здесь есть требования. Они более-менее выполняются. Да, они выполняются более-менее. Это изобьетно по улицам Москвы. Потому что отслеживают и муниципальные власти. Ну, видите, да, вот и мэрия Москвы постоянно сегодня занимается этой проблематикой. Поэтому я думаю, что над этим нужно работать. И самое главное еще – это профессионализм водителей. К сожалению, у нас сегодня это очень низкий уровень. Должна быть создана государственная программа подготовки водителей, профессионалов. И правильно, вот радиослушатель, когда звонил, сказал, что у нас раньше были профессиональные права. Нужно возвращаться к этой системе. То есть есть любительские права, а если человек хочет заниматься профессиональной деятельностью, у него должны быть профессиональные права. То есть либо категории, как раньше были, да, категория B, C, D. И определенный, видимо, стаж. Конечно. А там без стажа иначе не будет. Нет, просто я имею в виду, что без определенного стажа не выпускать сначала на более сложную. Да, конечно. И большая система контроля. Конечно. Михаил, есть что добавить? Я... Да, еще извините. И определить орган контроля. Вот есть у нас Ространснадзор. Значит, нужно его укрепить и в том числе штатами тоже. Потому что сегодня недостаточное количество штатов в Ространснадзоре. Хочу с просьбой обратиться к Людмиле, чтобы вот проект этого закона, который вы считаете необходимым, мне кто-то передал. Это сделать несложно. Охотный ряд Дом-1, депутат Старшинов. Или позвонить мне по телефону вам оставлю, чтобы не оставаться голословным в этом направлении. Во-вторых, я думаю, что по итогам произошедшего, это, знаете, как просто повод для дополнительных усилий на этом направлении. Я бы, конечно, проанализировал ситуацию в двух направлениях. Первое, это и привлек к ответственности тех, кто в этой ситуации оказался виноват. И посмотрел на этом примере, может, на некоторых других, что мешает работе исполнительной власти. Второе, это вот то, о чем мы сейчас говорили. Посмотреть, сверить часы с профессиональным сообществом, с профильным министерством и ведомствами, что не хватает в части законодательного регулирования. И попробовал бы, вот, например, в течение осенней сессии Государственной Думы до Нового года выйти на принятие соответствующих нормативно-правой базы и, безусловно, определение персональной ответственности чиновников, кто должен нести ответственность и что мешает исполнению им своих профессиональных обязанностей. Горячо поддерживаю. Напомню, в студии у меня были Михаил Старшинов, Людмила Емельяненко и Андрей Скирда, а также я, Игорь Виттель. А услышимся завтра в то же время, и тема будет не менее горячей.